Вот так за несколько минут раскаленная сталь становится С-образной стойкой для культиватора. Ранее технику для производства такой детали Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения приобретал в Испании и Италии. Сегодня из-за разрыва логистических цепочек закупает отечественное оборудование. Так предприятию удалось достичь мощности почти в 7 тысяч сообразных стоек в месяц. Часть из них идет на комплектацию своих культиваторов, другая на продажу. Краевые власти оказали поддержку, возместив порядка 20% от затрат. На разработку конструкторской документации у нас ушло порядка месяца. А вот на технологию по производству этой С-образной стойки мы потратили порядка 3-4 месяцев. Причем основное время было потрачено не на приобретение оборудования, а именно на испытание этих стоек, на ее прочностные характеристики и на подбор правильной марки стали. Новое производство появилось и на Барнаульском заводе механических прессов. Это единственное предприятие в России, где выпускают колесные диски для сельскохозяйственной и другой тяжелой техники. Сегодня здесь производят по 50 изделий за сутки. На реализацию проекта фонд развития Алтайского края выделил льготный заем. Это почти 203 миллиона рублей, еще 350 миллионов собственные средства. Основными заказчиками завода уже стали крупнейшие российские предприятия сельхозмашиностроения. В виде возведения этих санкций тяжелее стало обращаться и покупать такую продукцию в Европе, в Турции, в Китае. Это у нас 100% замещение получается. После ухода с отечественного рынка крупнейшего немецкого производителя тепловых систем для сельхозтехники, их единственным поставщиком в стране стал Алтайский завод прецизионных изделий. Только в прошлом году на предприятии изготовили почти 10 тысяч комплектов тепловых систем. Чтобы догнать тот же немецкий БОШ, нужно увеличить производство как минимум в 10 раз. Для этой отрасли оборудование, инструмент делают в Европе и частично в Японии. Мы освоили у себя на заводе вот эти технологии, многие именно по оборудованию. Но, конечно, полностью заместить мы не в состоянии. Так, импортозамещение не является панацеей, которая способна вывести экономику края на новый уровень. Об этом говорят и в правительстве региона. Во-первых, она позволит сохранить то, что производили в регионе, это раз. Во-вторых, конечно же, увеличить объемы производства по новым направлениям, это два. Как говорят, в кризисной ситуации необходимо пользоваться моментом и осваивать новые рынки сбыта, новую продукцию. Вот этим и занимаются наши предприятия. В области импортозамещения, по словам Вячеслава Химочки, наиболее преуспели отрасли машиностроения, химии и пищевой промышленности. Однако, во многом это стало для предприятий вынужденной мерой. Прежде всего, необходимо замещать то, что раньше получали из-за рубежа для своего производства.